Человеческий ум очень напоминает радио Все плохо, FM Он часто транслирует негативные воспоминания и болезненные моменты из прошлого Обиды и неудачи, ситуации, когда что-то пошло не так или с нами обошлись плохо Ну так себе На этой частоте вы также нередко поймаете мрачные передачи о будущем Катастрофические прогнозы и сценарии, переживания по поводу всего, что может пойти не так Все плохо, FM Находят проблемы и в настоящем времени Одним словом, везде, где оказываются его корреспонденты И для человеческого ума это абсолютно нормально и естественно Конечно, вы можете пойти на курсы позитивного мышления Чтобы научиться мыслить оптимистично Но это не поможет вам волшебным образом отключить Все плохо, FM Со всеми негативными мыслями Так же, как вы не забудете русский язык, выучив английский язык Так что же нам делать? Вспомните моменты, когда вы были заняты каким-то очень увлекательным делом Например, читали одну из ваших любимых книг, а на заднем фоне играло радио Но вы были так увлечены и поглощены чтением, что почти не замечали радио Оно просто играло себе в никуда А потом зазвучала одна из ваших любимых песен И вы начали слышать радио очень отчетливо Может быть, даже стали подпевать Потом песня сменилась, и радио опять ушло на задний план А что если бы мы смогли научиться делать то же самое со своим умом? Иногда он транслирует очень интересные и полезные передачи О наших ценностях, целях и планах Чтобы сделать нашу жизнь более интересной и насыщенной Как насчет того, чтобы в такие моменты настраиваться на чистоту ума И слушать эти полезные передачи Брать их себе на заметку А все остальное время, когда в эфире «Все плохо, FM» Делать потише, чтобы радио просто играло фоном Очень важно усвоить, что это не то же самое, что пытаться просто игнорировать радио Стараться просто не слышать его Вы когда-нибудь пытались игнорировать громкие голоса в ресторане Или звук газонокосилки за окном? Замечали ли вы, что чем больше вы пытались игнорировать звук Тем больше он вас раздражал? И конечно, это совсем не то же самое, что пытаться заглушить одно радио другим Поставить в комнату второе Рациональное и логичное радио Или позитивное и оптимистичное радио Чтобы заглушить все плохо FM Согласитесь, очень сложно заниматься важными делами Когда в комнате работают два радиоприемника Да еще и транслируют разные передачи Один нехитрый способ — это просто начать замечать Когда включается «Все плохо FM» и мысленно называть передачу «Так, все плохо FM» начинает прямую трансляцию Или «Ага, мой ум на частоте тревоги и катастрофических сценариев» Или «В эфире история, я недостаточно хорош» Чтобы не вещало радио вашего ума Просто безоценочно заметьте и назовите передачу То есть нам не нужно бороться со всеми негативными мыслями Или пытаться от них убежать Но при этом мы не позволяем затянуть себя в водоворот этих мыслей Мы просто позволяем им включаться и выключаться Как радиопередачам на фоне И направляем свое внимание и энергию на то, чтобы жить в соответствии с нашими ценностями И заниматься тем, что сделает нашу жизнь более полноценной и насыщенной Приветик! Мне для того, чтобы расти, нужна обратная связь Комментарии оставьте Комментарии